Очень приятная функция. Можно называть, нельзя назвать, можно назвать, ну слава Богу. Мне поручено сказать несколько слов и выручить премию Диане Винковецкой в просторечии Дине. Можно я бы называть Диной? Дело в том, что вообще я вот, когда узнал, что Дина получает эту премию, я подумал, сколько еще премий по разным поводам она могла бы получить. Скажем, она могла бы получить премию за самый звонкий смех. Потому что другого такого смеха я никогда в жизни не слышал, ни я, ни ее друзья. Она могла бы получить премию, и, кстати говоря, она получает сейчас отчасти из-за этого, за свою естественность. Вот, простите, известная очень фраза Грибоедова Александра Сергеевича. Я пишу, как живу свободно и свободно. Вот, Дине не всегда приходилось жить свободно. Сейчас она живет в Соединенных Штатах уже довольно давно. Но значительную часть своей жизни, отчасти на моих глазах, она прожила в Советском Союзе. И хлибнула более чем достаточно и обыски, и отказ от выезда, и многое. Другое, что оценка не повлияла ни на качество ее смеха, ни на естественность ее внешнего и внутреннего поведения. И вот ее книга, вообще все ее книги, начиная с первой, что весьма существенно, эта книга называется «Илюшины разговоры». Эта книга – разговоры ее маленького сына. А что может быть естественнее, действительно, реакции ребенка. А Илюша был еще необычайно естественным и откровенным в своих отношениях с миром ребенком. И так и пошло. Это уже пятая книга, по-моему, Дина, да? И, в общем, все они отмечены вот этой естественностью и свободой. Последняя книга, о которой мы говорим, ну, это такой, что ли, мемуар. Мне было, мне тем более приятно ее награждать, поскольку я, ну, не самый главный, но один из персонажей этой книги, что всегда, всегда лестно. И вот так же в своей обычной, обычной жизненной манере, естественно, легко, без предвзятости, Дина нарисовала картину нашей вот жизни 60-х, 70-х годов. И такие главные, что ли, персонажи, формальные, неформальные, но хорошие, достойные литературной и культурной жизни главным образом Ленинграда, там встретятся считатели. Это важная книга, потому что она будет еще и источником для будущих исследователей прошедшей эпохи. Теперь, для того, чтобы вручить тебе что-то, я должен видеть тебя вот здесь, вот рядом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я предупредил, что ему придется помогать в жене, потому что статуэтки не легкие. Но вначале ты ее все-таки удержишь. Как бывший геолог, у тебя должны быть, кстати, крепкие. Спасибо. Я хотела, во-первых, поблагодарить всех, во-вторых, пригласить всех в Бостон. У меня даже есть такое эссе «Дом на Джордан-Ро». Как многие люди приезжают к нам в Бостон, и как мы отначали, как только открылась перестройка, очень много людей тогда приезжало к нам, в том числе вот Яков приезжал в Бостон. И такое было единение. Мы, конечно, у меня есть такая книга «Америка, Россия и я», которая вышла тоже здесь, в России, в Москве и в Ленинграде. Все время мне хочется назвать Ленинград. К Иосифу, как к Добродскому, я послала ее, потому что он на мой день рождения прислал мне такую... У меня день рождения 5 октября, и как раз после этого выдаются Нобелевские премии. И как я шучу, он за высказывание, которое он мне прислал, такое большое поздравление, которое он написал, «Такая, как ты, Дина, на свете одна едина». И я, значит, повесила это высказывание, а потом на обложку книги поместила. И когда я ему послала книгу, не опозорила ли я его, значит, высказывание вот этой книгой «Америка, Россия и я», он мне очень интересно сказал, что моя книга... Вот он написал, я уже на этой книжечке и это высказывание тоже написала. Он сказал, «Ай да Дина, ваша хевра удостоилась шедевра». Но я решила поблагодарить его, но это уже было, к сожалению, накануне его уже смерти. Он сказал, «Валяйте, у вас получается». Ну так вот, я думаю, что вот так вот я, значит, буду валять. Следующую книгу я задумала вообще совершенно таким фантастическим названием «Эротические поединки». Не знаю, как у меня получится, да. Но это не совсем такая эротика. Это скорее будет, как мой муж Лёня говорит, разговоры Платона с учениками назывались «Эротические поединки». А у меня это будет, ну и, конечно, о любви, как бы, потому что всё написано мужчинами. А мне хочется вот показать, ну так, по-глубокому. Хочется, конечно, но не знаю, как получится. Может, я тоже потом получу примену. Спасибо. Спасибо.